привет зритель наверное не очень получается увидеть это все но я сейчас попробую камеру перевести другую сторону вон там мангал я с ним слегка на вы но я помню что в нем можно греть воду короче говоря я решила тут погреть супчик а сделала себе сарделечек делала себе он грею картошечку и сейчас я поем на улице камера вернись ко мне просто столик низенький я что-то не взяла управлялку хотя может сейчас взять хотя сейчас возьму управлялку тут этот как он там ладно я сменила ракурс поставила чуть чуть повыше потому что тут солнце местами выходит и я понимаю что я вообще ничего не вижу и может быть до свет будет короче у меня тут хлебушек супчик гороховый с коробочки у нас есть баночки остатки надо его съесть потому что он уже есть шанс что он его мало и он мог уже подостыть пока тут прыгала с камерой это все как обычно спонтанно я сейчас попробую камеру опустить голову чтобы какой он вкусный чтобы может быть увиделась еда а не улица и да но тут не очень удобный столик поэтому низенький он не рассчитан на то чтобы за ним мунбанги писали можно и без хлебушка потому что короче мне сюда надо столик кто-нибудь хочет мне прислать столик на обзор чтоб я за ним мунбанги писала я даже в одном месте подготовила место под этот столик куда хотела под столик поставить еще в прошлом году и хотела даже купить но мне сказали что деньги будешь тратить пойму вот этот столик он низенький ну и суть в том что он низенький маленький его мочеловодный столик его периодически забирают у меня на мне что-то хотелось пластиковый столик а вот в кв-шках бывают такие пластиковые столики доставил ему дождь не страшен тут у меня ухты они подостыли и немного сморщились сардыльки на штуке которая ну для запекания допустим я забыла пить ее звать за ней тянуться у меня руки не хватит у меня кошка ушла в загул ее вчера вечером гоняли она домой не смогла прийти хотя есть шанс что нам со двора на крыльцо пришло там кто-то шарахался а может это соседские были кошки и тряпочка на окне на крыльце ну как бы скинута была на пол окна а тут она попыталась в окно залезть а там что-то стоит она испугалась а я ее только тут увидела и куда-то обратно нырнула но она на каплях бояться нечего но я хотя бы рада что я ее увидела так я сейчас прервусь потому что мне надо вот положить кушать и снова я тут а вот чаями что-то не озаботилась чай-то у меня дома в чайнике короче у меня тут это вчерашняя картошка вареная в очистках очищенная и пожаренная горяченькая водичка я залила кастрюльку и тарелочку чтобы там ну потом легче отмыть было у меня тут сосиска неполноценная прикачки ух ты тут даже жирок от них пошел вилочка ножичек я посмотрю как это выйдет потом когда монтировать буду и может что-нибудь придумаю куда это поставить я сегодня пожалела что я не взяла с собой штатив полноценный родственники ко мне приедут только в понедельник не факт что они попрутся ко мне в квартиру ради штатива ну это короче посмотрю какой сумма камеры и потом может придумал куда это поставить чтобы было или как-то сеть по-другому чтобы было видно хлеб я достала но так они не из пакета не отвлекла столик немножко на косе бока стоит тут вообще как-то не очень ровная все вся поверхность в этом полисаднике но здесь она более-менее ровная вкусненько правда она подостыть успела ну что я уже ну я не знаю сколько времени вообще это было ну где-то минут 40 назад наверное дело вообще так что совершенно спонтанно ну и мы сам капнула на штаны я сейчас поставлю на паузу чтобы глянуть с экрана как она вообще там выглядит вроде как нормально у меня все еще включен этот передний микрофон тут вообще ветер я не помню у меня ветроподавление вроде тоже включено по оболчанию эти шкурки тут я уж подумала все прощай кошка придется удочерить сиамскую дедовскую которая прошлогодний котенок выслушивать какая я плохая хозяйка из этих всех своих полтора землекопа хейтеров из этих всех своих полтора землекопа хейтеров и попить поспать с хозяином по мурлыкать и свалить обратно мысли ловить даже уже в дом не приносит тут ловит и хомячит развлечение у кошки такое а мне вроде как в субботу собираются друзья ну в смысле подруга с мужем на удивление на машине ну я не знаю насколько достоверно но если что я не против и там одна или два дитёв ну в смысле что там два детей на сколько их будет не знаю на scape мне вчера дед снова картоши выдал своей прошлогодней И луку зеленую. А, можно уже было сюда лука зеленого покрасить. Ну ладно. Вспомнила уже поздно. И сейчас вспомнила, что у меня же есть маленький чайничек, который на газу можно греть. Так как газа-то нету, можно было вот тут погреть. Ну, в крайнем случае, у меня там, это, чайник есть, лепестерический, и, может быть, он еще не остыл. На лиричного чая. Я ведь ножик сюда вела. Я сама тут рукой оружаю. Вдруг у кого-нибудь тональный спазм случится. У меня там какой-то ролик с уходом или парфюмом был у меня в фокусе. То, что он не в фокусе, я обнаружила на монтажке. Но у меня тогда несколько дней была дикая мигрень. Хоть я и ела обезболивающе. Но, в общем, я не очень поняла. Еще хотела у людей в чате спросить. А я ну, где-то. Фокус там или не фокус? Или мне уже глючится? Ну, кто-то писал в карьерменте, что вы не в фокусе. Теперь я точно об этом знаю. Короче, если кого-то это напрягло, то гаммед на сайт. Это случайно вышло. Только не надо хайки камеру, на которую я сейчас пишу, и на которую я тогда писала. У меня было ограничено время. И было выбор. Либо по-быстрому записать, ну, как-то это видео, обзор. Либо не писать это видео дезамесячное в этот раз вообще. Я решила, что лучше записать. Но не управляла, по-моему, тогда с планшета, мне кажется. Ну, ни с чего не управляла. Мне показалось, что я настроила как надо. Но, видимо, все-таки что-то сбилось. Камера чудесная. Это просто у меня все, никак руки не дойдут. Со всеми настройками ознакомиться через видеоуроки. А в деревне, к сожалению, интерната нет. И скачать эти уроки как-то, чтобы они были в офлайн, у меня тоже пока не выходит. В смысле, может, они где-то есть, чтобы их скачать, чтобы они были в офлайне. Чтоб с компатом посмотреть. Ну, вот, через приложение сохранения, через браузер, у меня просто тупо не было времени его поставить, чтобы скачать. Хотя была такая мысль, да? С учетом, что я сюда хотела еще 24-го приехать. Но есть люди, которым вот самим ничего не охота сделать, заказать, допустим, да? Они хотят кого-нибудь другого запреть. И в моей жизни они периодически случаются. Ну, короче говоря, в общем, так получилось, что не получилось. А 26-го случился садовик. И 23-го, 25-го был дождик. Точнее, 26-го уже я приехала. 23-го был дождик. Не знаю, была в сад. Но так как был дождик, в саду было не поработать, в итоге, ну, как бы, перенеслось на 24-е. Но 24-го полдня тоже был дождик. И когда я из сада поехала, и дождик уже вроде как закончился, но я поняла, что можно бы, конечно, было успеть на вечерний автобус, но у меня вещи были не собраны. И я подумала, ладно, хрен-то. Ростану до понедельника. Автобус уже ходит почетным. А у меня нет никого, кто бы меня. Вот просто так взял сюда и съешь. Ох, сколько я сегодня мясных продуктов слопала. Место содержащих. У меня же пишется, да? Пишется. А то, блин, был завтрак. Мунбанк. Была уверена, что все нормально. Случайно рукой по экрану задела, не там, где надо. У меня на тайне была. Таинь была, записала, писала все. Мелкая картошечка еще. Масло осталось. Зажарки какие-то. Прижарки. Я горячей водой буду залить. Чтобы оно поотмокало, а потом отмыть. Ну, что так-то оно как бы вкусное, но нифига не полезное. Если вон тут хлебушком подобрать, это маслице. Мне, по крайней мере, не очень полезное оно. Сейчас пойду за чайничком. Вот я тут с чаем. Зеленый, но это типа улунгуаниль, но, по-моему, ему лет 10. Он по виду-то очень такой хороший по структуре. Никаких лишних палочек, точнее, палочек вообще нет. А по вкусу у меня был как-то зеленый чай с васильком. Ему лет 10 было. Гринмановский. Вот он по вкусу был такой уже десятилетний зеленый чай. Но я забыла про него. Он был по виду-то вроде ничего. По заварке-то нормальная. По вкусу, хочется сказать, как земля. У меня тут конфетка. Я бы, конечно, с медом попила. Но тут это мед, пчелы, то есть все. Особы прискакали. Как-то, ну, стремновато. Конфетка о лёвушках. Было у меня покрывало. У меня кровать синенькое, советское такое. Одно такое плотненькое, а другое уже мягкое-мягкое. Я его расстелила, а там вот такая дыра. Но я его положила в ноги, потому что зеленого на кровать не хватало, полноса, но там кусочек оставался. Сложила его так, чтобы дырку не видно было. А потом нашла ту, которая сюда приводила. Весной ещё. Везла из города. Синяя плотная такая, тоже советская. Ну, синяя-белая. Достала его, а это, думаю, а чё оно его на тряпки пустят? Им же можно растопить этот самый. Камин, не камин. Мангал. Мангал тяжеленный, свухлочек. Я его еле выперла. Так как-то с лестницы свезла, думаю, только блестница не треснула нахрен. Даже ножку себе ранила немножко, и то не сразу поняла. Думаю, откуда кровь. Ну, перекисью промыла, кайлашем помазала. Потом на стоим от пастушьей сумки протёрла, всё нормально. Подзажила почти. А сюда вот так, переходами, тащила его. Хорошо, что, ну, никуда особо дальше тащить не пришлось. Ни обратно, ничего. Потому что, как на ходунках люди ходят, вот так представляют. Наверное, так же было. неподъёмно, блин. У него там стенки, но немножко так уже отгорело, что-то оно отстаёт, металл. И он как-то посередине слегка склевенный. Думаю, он такой тяжеленный, думаю, чем хоть вы его кривили, и вы не подняетесь особо. Родственники. Родственники такие загадочные люди. Сейчас допью чай, возьму ведёрко, отчерпываю горячей воды, снесу на кухню в дом и буду мыть посылку. А сюда налью холодное, чтобы оно промешалось, и... Ну, помешаю коксиком. Чтоб ещё поднагрелось. Чтобы вымыть посуду горячей водичкой. Печку топить жарко, ну, в смысле, тепло и не потопишь. Было сначала 100 градусов на улице и где-то так и 16 дома. Только хотела протопить. Ему надо золы выгрезти, а потом снова солнышко выходит. Потом думаю, блин, дождя-то нету, а я же ещё вчера его выставила. Даже, наверное, позавчера уже. Потому что вчера я облагораживала тут местность. Он раньше стоял у кусты акации. Но за 15 лет, даже за 10, куст акации вот так вот прям. Я говорю, люди, вот тут старые ветки, может их выломать? Не-не, потом-потом. Думаю, вас пока дождёт, что 300 лет пройдёт. Меня вчера укусил беспорядка, я навела порядок более-менее в плане растений. В полисаднике выломала весь. Практически всё, что смогла по силам сделать. Весь этот сушняк выломала. Ну, сухие палки там. Ветка берёшь, сиреньку за веточку. Хотела цветов собрать. Ещё просто перед. Или даже позапрошлой фигула. Просто, наверное. А у меня в руке целая веточка. Там решаём пошло уже ветки сухие. На сухих ветках, там где такой геомолоденький попёрлись, но всё равно это толку-то не будет. Обозрю потом на камеру, как стало. Соседками я похвалила теперь. Типа видит другой даже. А то лежишь на гамаке, я помню, лежала на гамаке, родственники должны были приехать. Я их даже не увидела сквозь траву. ну и я короче секатором обрезала ветки, которые сюда наклоняются от акации и несколько веток, которые вот совсем уж подавят от берёзы. Потому что мне ещё родня говорит, нельзя у берёзы ставить. Думаю, блин, а у вас всё время стоял этот камин. Фу, блин, камин. Мангалы рядом слева по борту берёзы, которые я сейчас вымахала, так уже раза в три толще стала. А ветки такие, что были, ну, спускаются прямо, мало ли чё. И тут огонёк по ним. Ну и так, старые какие-то выломала, пооблагородилась доцела его. Он ещё так разросся, что на части палисадника навалилась пара палок, веток. И вот прям, ну, ну, поломала мне палисадник с доцел. Я даже подумала вчера, что думаю, может тут это, ну, наверное, уже поздно, увидела, как соседка вскапывает свой огород. Ну, у неё-то как бы каждый год копается, а у нас-то с 16-го года ничего не сажается. Можно сказать, с 17-го года ничего не сажается. С 17-го года включительно. Или с конца 16-го года включительно. Я думаю, может тут копать небольшую грядочку, посадить картохи. Сейчас-то уже поздно, ну, может на следующий год. Так эксперимента ради. Думаю, чтоб тут вот это так вот была картоха. Чтоб не ездить в город за картохой. Хотя так-то тут дед даёт. Или кабачок посадить. В каком-то году мне тётя предлагала посадить тут кабачок. Но тоже его надо поливать. А потом, ну, как с соседкой стали общаться, наверное, она говорит, я бы полила. Я подумала, может, правда, на следующий год тут кабачок посадить. Тут, правда, всё заросло. Это надо где-то искать, чтобы оно это облагораживать. Если бы у меня была коса и я умела ей пользоваться, ну, лепестлическая. У нас там два каких-то станка стоят на дворе. Хрен знает, чё это вообще. Объяснили бы мне, чё это, я бы, может, его запустила и прокосила бы тут себе. Ещё года четыре назад. Не трогай ничего. Если ты захочешь, ты не подрогаешь, потому что Филь знает, чё это. Может, кто-то и не косильный станок, может, что это другая хренатень. Триммер когда-то хотела купить. Он четыре тысячи стоил. За свой счёт мне вынесся мозг, что не надо было триммер покупать. Ты неправильно не сможешь им пользоваться. Думаю, блин. А соседка тут сама вот этой косилкой газонной выкосила себе территорию. Похвасталась мне, думаю, может, я бы смогла. А себе пообъяснил, кто как. Ну, по инструкции же есть, да? Круче, дурдом. Завери себе домов. А этот дом уже никому не нужен. Практически. Ну, основная цель у меня сейчас заиметь какой-нибудь столик чуть повыше и пошире. Так что, зрители, если хочешь мунбангов на природе, задари мне столик, что ли? Чайник сейчас достану. он у меня на кухне в окне стоит. чайник. Ой, что-то сверху налила. Ох. У меня там дымок идет. Я покрыла две трети крышкой какой-то, а рядом кастрюлька как раз. Потому что как-то стрим на вас в руках такой не в мусь пойдет. Хотя помню лет 10, что ли, назад я тут что-то это жгла какие-то листья, палки и воду грела как раз в этой штуковине. И соседка оттуда прискакалась узнавать, что у нас случилось. А почему тут дым идет? А почему тут дым идет? Вот это фигни. Ну, как бы правильно, мало ли что. Солнышко выходит. 22 градуса где-то так было. Чуть теплее становится. Надеюсь, не будет уже больше дождя. Вообще на нас сегодня пророчили грязу все, кому не лень. И приложение, и телевизор у соседей и родственников. И какие-то там краткосрочная последняя гражданская жена нашего деда. Тоже пророчила моей соседке грызу тут. На нашей счастье грызы не было, был только с 6 до 11, с 6 утра до 11 утра. Дождик как-то так вот в этот период. Может даже не особо-то сказать, чтобы суперсильный. Ну, дождик нормально такой. Ну, а сейчас вылезло что-то нормально. Солнышко и облачка прошли наконец-то куда-то ой, жопу сушами слева по борту. Я вчера кошку ждала-ждала и не дождалась легла спать. Почему легла спать? Не дождалась. Не зря легла спать, потому что она все равно так и не явилась. У меня три жопу сушами ночных по квартире стала листать. В смысле я забыла на кухне свет выключить вовремя. Ну и на свет залетела три жопа сушами. Их даже не смутилось, что тут занавеска как бы и не пролезли нигде. Но жопа сушами они хитрые, наглые и поганые. Особенно ночные. Да любые жопы сушами. Это бабочка называется. Ну и они пролезли туда. Я своим самопальным спреем от комаров одну так это попрыскала, чтобы она летала как-то подальше от кровати. И в итоге хотела в игрушечку на телефоне поиграть. Такая типа тетриса. Но пришлось лечь спать. Потому что они же на свет летят и тушу сушами. А так была бы кошка, съела бы тушу сушами. Мерзость. Я даже одно окно не стала занавесивать. Потому что там на окне летает лошо сушами. Мало ли может она все еще там. А кошки-то нету в избе. Чтобы словики сожрать. Я конечно к ним на одну сотую лояльнее стала. То бишь могу в помещении находиться вместе с ними. Если там одна дверь летает. Ночных. Или даже как-то маршрутки ехала в прошлый раз из деревни. На окне сидела жопа сушами. Не знаю живая или дохлая. Не суть цветная такая черная рыжая охрененная. стабильная стандартная дневная жопа сушами. Я хотела сначала сдвинуться потом сначала денег надо запроездать. И вот в 40 сантиметрах от этой жопы сушами сидела думаю блин только бы она не пошевелилась а то шписет вообще. У каждого свои тараканы. У меня тут три конфетки осталось. Я сюда еще девять вафелек привезла. Ну еще четыре вафельки. Ну как бы их было десять вафел в этой жвейске такой. Но одну вафельку я думаю попробовала. Интересно горит бумажка. Это по идее не печка. Трубу засорять не нужны потому что трубы тут нет. Еще веревочка. Ну про что я говорю. может у кого-то такие были покрывашка. Я настолько изжила себя что когда ее взяла чисто так думаю там дырочка такая маленькая еще. Взяла ее так думаю ну если она нормальная была бы она бы ни хрена так легко не провалась я ее взяла и она не заметила как и на две части. наверно если считать таймлапсный мунбанк за мой приезд это уже четвертый мунбанк но велик у меня не находил сосед пока не в состоянии его починить хотела попросить родственника который в прошлом году обещал но забыл а мне религия запрещает допоминать неудобно мне попросила близкого родственника попросить этого родственника потому что тот родственник более близкий родственник к ней чем ко мне но там это видимо были не в том настроении чтобы попросить думаю вот как за грибами ездить на моем велике так это он был бы спущенный или проколотый, как вот сейчас, то сразу бы попросила. Но тут не для себя же. И, видать, не под настроение. Не попала под то настроение. Напрягает, знаете, очень. Когда лет 20 тебя приучают, что нельзя ничего просить, а если просить, то надо очень витиевато, и нельзя ничего брать там, где всем можно. Даже тем, кто вообще не родственник. Каких френ мать мимо шел. Даже если это твое, и нельзя это брать свое. А потом обижаются, что ты не умеешь нормально попросить. Разучилась. И когда начинаешь просить, то потом обижаются, что вообще просишь, надо брать без спроса. Ну и да, я-то привыкла, что меня так воспитали, что надо говорить, пожалуйста. И мне нормально слышать от людей, пожалуйста, если кто-то о чем-то просит. Но когда близкий какой-то родственник говорит о чем-то, в частично приказном тоне, или просто в просьбе, без пожалуйста, меня так коробит сейчас, я так поняла. Как если бы, я не знаю, даже с чем сравнить. Как бы мимо шума с ушами пролетела, если бы. Или как от адекватного человека слышать вдруг внезапно неадекват полнейший. Или от умного человека внезапно слышать какую-то непонятную дурь. Ох, вчера я что-то умудрилась сожрать за один раз, сразу двела вафельки. Тут что-то вафельку и чашка, и все, и не лезет. А вчера как-то у меня так, не знаю, что случилось. Я два бед вроде как двела вафельки с чашкой захреначила. Смонтировала тут обзоры еды и бытовухи. Ну, в смысле, закупки фруктов. Я тогда, кажется, делала мунбанк, ну, кукинг и мунбанк одновременно, так, салат фруктовый. Делала, а потом хомячила. Кажется, тогда было этот киви, который я забыла, что с ним чистить, не чистить. Вот как сейчас с этой штуковиной, как ее расчугать, полтора суток думала, с какой стороны к ней подойти. По сути, та же печка, только без трубы. И там у многих был анальный спазм от того, что я киви с кожурой ем. А что, нормально. Волоски счистил и хомяч. Так вот, а там был еще, как бы, обзор покупок этих фруктов. Я там снимала немножко, не всегда на нужном ракурсе. Ну, допустим, на таком ракурсе не снимают люди, которые хотят скрыть внешние недостатки своего лица, там тела и так далее. Либо так снимают те, которые хотят показать недостатки другого человека, чтобы выбереть себя. У меня, помню, была одноклассница, которая... Вот, всплыла внезапно в памяти. Я ее что-то так обеляла, обеляла. Она ведь не такая белая и пушистая. Короче, была у меня... Есть у меня одноклассница такая, которая в свое время проштрафилась вместе с другой одноклассницей. И даже не знала... Я думаю, она до сих пор не знает, что ее заложили. Ну, там такая долгие дебри. Я, наверное, когда-то рассказывала, что на меня три ублюдка напали перед автобусом, когда я ехала на сессию. В итоге я на сессию не уехала. Потому что у меня был такой вот фенгал, и этот кровь из головы слегка перла. Ударили меня короче по лицу. И все это было только из-за того, чтобы я не пришла на собрание пиитов в ЛИТО наше в 2010 году. И меня, соответственно, не переизбрали. Раз я не пришла, значит, не переизбрали. Актив ЛИТО. Ну, как бы это все организовывала одна мадам. Что интересно, у нее имя какое-то КНН. А та, которую я обелела, которая однажды меня сфотографировала, ну, в общем, как, она меня фотографировала из-под тяжка, чтобы потом с моими тогдашними друзьями, знаете, такие друзья, мото-клуб, блин, друзья. Думаешь, что они те друзья, так же, как думала я в один период жизни, что я дружу с одноклассниками. А они меня потом отправили. А некоторые даже душили. Кстати, мне сегодня приснила девка, которая меня в пятом классе или в шестом классе душила. Потому что вот не знаю почему. Хотя мы с ней дружили так нормально до этого. Может, рожей я не вышла. Или еще что. Ну, так вот, этот. Фоткала она меня из-под тяжка всяких таких ракурсах интересных, а потом с этими моими друзьями, в кавычках, ну, друзьями, вот такими друзьями, такими же, как она, сливала эти фотки с фотошопом попутно на всякие разные сайты. Я вот только сейчас что-то про это вспомнила. Думаю, блин, а я ведь, ее, зная тогда про это, ее простила и с ней еще общалась. Вот, все-таки я добрый человек-то дофига. Так вот, короче, в каком-то году, спустя уже там полтора года, наверное, после этого случая, там еще освидетельствование, значит, было, что да, вот у меня побои. Еще мне товарищи менты, помню, когда я их вызвала, устроили допрос, не я ли это напала. Ну, очкарик, инвалид, слепой, как, не знаю кто, напал на троих. Да? Ага. Девушка на трех мужиков. Меня шарахнули, я тут же упала головой об стену. Ага. Так вот, мало того, что мне допрос устроили, пока моя близкая родственница не приехала. Мало того, что на налоговой камере в этот момент внезапно перестала писать весь этот момент, а это напротив налоговой было. И мало того, что люди, которые видели это все, проходили мимо, перешагивая через меня. Ну, Углич, он добрый город. Очень хороший город. Обалделый. Не, я люблю свой город, но 70%, не знаю, ну, давайте 70%, ладно, хорошо, 40% людей это биомусор. Просто, его, этого мусора, так, он такой шумный, что кажется, что его много. Хорошо, 30% углича населения это биомусор. Шумный такой биомусор, кажется, что его 90%, а не 30%. Меня там укусило что-то. Надо протереть водичкой. Водичка, у меня тут только чай зеленый. Сейчас найду свежего. Так вот, одна зная, я ее еще тогда беряла, думаю, она не могла, но это, не подумала бы, что это, короче говоря, одна заложила время, когда я на маршрутке еду, на какой маршрутке еду, во сколько я поеду в этот день. Другая, значит, скорешила, человека с именем, такая, я подозреваю с этими самыми, кто вот это провернул. Какая им вообще выгода была этим двоим, которые к тому, той компании никаким местом не стояли, я вообще не представляю. Ну, спустя полтора года мне вдруг это моя очередная подружка, подружайка, выдает это по телефону с таким наездом, ну, там у меня, помню, компьютер сломался, я сидела у родственников, печатала курсовую, там, бериферат, хрен знает что, и мне это выдается, что вот, может, даже и не полтора года, да, 2010, наверное, полгода спустя, а, так вот, свидетельство о том, что у меня, это медицинское свидетельство, что мне поставили фингал, внезапно пропадает на следующий день, ну, у меня близкие родственники подняли на уши других близких родственников, там, ну, короче говоря, этих, там спросили, какого хрена, и внезапно, то, что потерялось, сразу нашлось, это вот, прикиньте, кому-то так, я жить мешала, хотя я никуда особо не рвалась, никто меня никогда, ни в какие, эти, конкурсы не продвигал, сама всегда добивалась своим, как бы, талантом, либо трудом, либо трудом, и тем, и другим, и вот она, значит, мне заявляет, что вот я такая плохая, они мне там помогали, та-та-та, и вообще, вот на самом деле, это вот, она заложила меня, ну, та девушка, когда и где я буду, и вообще, к этому всему, они вдвоем тоже, как бы, напрямую ответственны, и такой облом, вот, ну, знала бы я заранее, я бы хоть нажала на кнопку на телефоне, на смартфоне, у меня бы все это записалось, а весь этот разговор, как доказательство, хотя, что уж, мне в свое время в ментовке сказали, когда вызвали на дознание, что даже если я при свидетелях скажу, что вот эти вот трое меня били, это не возьмется на веру, потому что, ну, ты же плохо видишь, мало ли, вот так, насколько мне известно, некоторым из них очень сильно прилетало, да многим из них, кто к этому ответственный, к каждому прилетало что-то свое, кто-то хотел очень сильно детей, с первого раза, по-моему, не смог родить этих детей, по-моему, даже не один человек, у каждого какие-то свои косяки были, точнее, каждому, когда, знаете, людям вдруг прилетает, что-то не, ой, за что же мне это, одно дело, когда, да, вот ты добрый человек, что-то кому-то делаешь, а тебе воплет говно на лопате, и сразу какой-нибудь не особо добрый человек начинает тебе говорить, не делай добра, не получишь зла, ну, любит, наверное, делать зло в ответ, а другое дело, когда ты пакостишь людям, просто, непонятно ради чего, и вот мне вот вспомнилось, что-то это девица сегодня, ладно, хрен с ним, я же чаю хотела налить, так вот, про тот ракурс, я тогда подозреваю, просто тупо тащилась с этой камерой, и, соответственно, как бы, не особо догоняла, потому что я тогда, по-моему, снимала без управления, не очень было видно, у меня там было видно аж три, наверное, подбородка, если не четыре, ну, было видно, что я пухненькая, я глянула, значит, обзор жратвы с 22 марта этого года, и обзор жратвы, вот на днях, которые делала, перед уездом в деревню, думаю, я схуднулась с детством, но думаю, выложу на канал, там, конечно, какая-нибудь особо попобольная зрительница, либо зрительная, идет к чему придраться, ну, хоть движ сделает, просто эта девица, мне снилось, еще мой прошлый, или позапрошлый приезд, так как-то, конкретно снилось, а что-то так, я думаю, может, она про меня вспоминает, может, надо с ней как-то подружиться, помириться, думаю, а что же, я же сама-то с ней не ссорилась, ну, просто тогда я сразу резко перестала с ней общаться, а она периодически со мной переставала общаться, пакостила, так как-то, вот мы все с тобой, вот, значит, счастье это выставлялось всегда, так что я плохая, вот они такие белые, пушистые, просто уже не могут со мной общаться, вторая-то мне в свое время сказала, я ведь с тобой всегда общалась из жалости, ты ведь такая одна была, у тебя там мама погибла, то есть все, я с тобой общалась из жалости, я говорю, да, как систему операционную на ноутбук поставить тебе, твоей сестре, мужу, брату, хрен знает, кому за спасибо, вообще за бесплатно, это из жалости, да, когда я там по 11 часов у нее дома сидела, пригласили в гости на чай, а в итоге приходишь, и вот там очередь из ноутбука, в котором надо помочь, потому что они пообещали, что я пообещали, что я сделаю, ну, как хорошо, что вы все от меня отвалились, общальщики из жалости, и как хорошо, в каком-то плане, что мне не пришлось ехать в ярек, я почему-то боялась, что я даже нигде особо чат, дату такую не озвучивала, даже в чате боялась, в телеге озвучивала, потому что мало ли там сидит какая-нибудь подружайка, подружайки, и вот как-то с ней лично в реале встречаться, ну, стрёмно, она меня выше, она меня шире, она меня больше, вдруг она рукоприквастом будет страдать, так что в каком-то плане это, конечно, жалко, что я деньги не вывела свои, с другой стороны, Рафайзенбанк задрал процент, и все равно бы уже было не вывести, ну, что-нибудь придумают, нормально, дистанционное оформление вклада по видеосвязи, а то, знаете, как кто-то из зрителей писал в комментах, как кредит давать дистанционно так нормально, а как вклад открыть, так хрен, ну, и менеджеры в этих банках, как кредит Европа-Банк, там какая-то дамочка была, которая усиленно по телефону у меня после заявки, после онлайн-заявки на дебетовую карту с указанием паспортных данных, через авторизацию на госуслугах, мне перезвонили и стали выяснять, действительно ли я родилась в Угличе, что такое Углич, ну, блин, ну, ты сидишь там, ну, хотя бы это, ладно, я понимаю, ты не можешь знать все города России, я тоже все города России не знаю, но элементарно хотя бы про Ярославскую область слышать могла бы, как это, не знаешь, город Углич, как же смута долбанная, которая в истории по школе у всех проходится, хошь-не хошь, узнаешь, где она вообще школу заканчивала, точнее, что она делала на уроках истории, посещала ли она школу вообще, короче, на минут 15 меня уверяла, что я, наверное, что-то путаю, не могла я в городе Углич родиться, заявила, а где, это вообще, что это такое, где, говорит, это Ярославская область, жалко я ей не сказала, что Углич от Москвы 200 километров, ну, от Амкада, сейчас Москва-то расширилась, может быть, даже и меньше километров, хрен его знает, в какую она сторону расширилась, ох, надеюсь, ты пожрал, зритель, или вот у меня такой случайный смонтанный мунбанк на улице, возможно, местами такой, я тут что-то гундела такой немножко грустный, а ты подумаешь, а у все прошлое уже. Не у всех, конечно, я думаю, хочется сказать, у каждого человека свои такие подружайки были, ну, не у каждого, скорее всего, но, я думаю, много у кого случалось в жизни таких подружаях. Самое интересное, что у меня вообще никаких бонусов не было от того, что я была одним из четырех учредителей этого львито, один из четырех уже двинул кони, по-моему, я не помню, или одна из пяти она была, она была соучредителем, кажется, не числилась в львито, но она уже двинул кони. То есть, как бы место-то такое, понимаете, там деньги платили или еще что-то, мне же вообще ничего, никаких бонусов не было. Я даже какие-то посиделки у себя дома организовывала, так за свой счет сама. Ну, а ты человек, который метил на мое место, мне, допустим, ездила вместе со мной в одну часть России путешествовали. Я организовывала, забронировала номера, то есть все, программу примерную. Она потратила кучу денег в Питере, пока нас выгуливал мой приятель сетевой, сетеваретника, и подружка, которой я на картах гадала. Мы тогда первый раз в жизни встретились и с ним, и с ней. Четвером гуляли. И я платила все эти десять лишних дней и в Карелии за нее и за себя. Она решила, что она мне денег не должна, но большую часть она мне не отдала, потому что за моральный ущерб. Я думаю, блин, это мне за моральный ущерб. То, что я платила за тебя, да еще и выслушивала каждый день всякую хрень про себя. И вместо того, чтобы проездить все города, которые я хотела, мы только половину осилили с ней. И большую часть торчали в Петрозаводске. Я не против Петрозаводска, планировала дать другие города. Знаете, иногда так слышать, короче, у меня есть подружка, которая, ну, не знаю, дружит, не дружит, контактит с теми людьми, которые меня тусили дома, а потом лет десять со мной не здоровались. Или, допустим, должны мне денег делать, что ничего не должны. И они говорят, еще, наверное, в шестнадцатом году это было. Ой, а что, Оля Косарева начала вести видеоблог на YouTube? Ну да. А ты ее смотришь? Не-не, я не смотрю. Если ты меня не смотришь, откуда ты знаешь, что начала вести видеоблог на YouTube, а? Меня вообще так удивляют вот эти магриты, магрититики. Бакасаны. Ладно. Всем нормального окружения. Спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал или присылать мне столик или сделать и то, и другое, то где-то тут будет облако. Ну это, надеюсь, вы пожрали. И пока. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.